Друзья, всем привет! С вами снова Вампир. Если ты смотришь это видео, то это значит две вещи. Во-первых, ты недавно в игре, во-вторых, ты нифига в ней не понял. Ну что ж, давай я тебе помогу. Ребят, если вы уже в игре разобрались, помогите найти это видео новичкам, ставьте лайки к этому видео, за что вам большое спасибо. Ну а что касается тебя, новичок, то, во-первых, в игре у нас есть два типа войск. А это непосредственно в данный момент авиация. И для Германии и СССР в данный момент, на момент производства этого видео, также существует еще и наземная техника. Давайте немножко подробнее о каждом из РД войск. Авиация есть уже у пяти наций. Непосредственно сами нации и какая из них лучше, я пока в этом видео рассказывать не буду. Мало того, что это очень субъективно, так к тому же еще и пока что не так это важно. А что касается наземной техники, то пока их у нас есть наличие только у Германии и у СССР, также можно играть еще и в наземные бои. В любом случае, все это и вообще все многообразные техники, которые ты можешь найти в игре, у нас находятся в закладочке исследований. Правда, про исследования я сделаю отдельное видео. И если ты видишь сейчас на экране аннотации, то смело щелкай на них, чтобы посмотреть, каким образом происходит исследование в War Thunder. Если же никакой аннотации нету, то бы ты со смартфона и тогда смотри описание. Во-первых, в самом начале игры тебе предлагали пройти обучение. И если ты его не прошел, то настоятельно рекомендую все же это сделать. Это сэкономит время и нервы как тебе, так и мне, чтобы не делать дополнительных одинаковых видео. Обучение можно найти в закладочке меню курса обучения. Обучение существует как для авиации, так и для надземной техники. Причем обучение делается на два курса. Это так называемый курс обучения, ну начальный. Вот, в том числе здесь, как вы видите, есть курс обучения для танка. И продвинутый курс обучения, это непосредственно взлет и воздушный бой. И также взлет с авианосца. Пройти рекомендую все обучение. Во-первых, пройдя все обучения, тебе станет намного легче играть. Во-вторых, у тебя появится доступ во все режимы игры. За обучение, что приятно, особенно за начальный курс обучения, платят не только в Серебряных Львах, но иногда и в Золотых Орлах. Валюта делится в игре на два класса, то есть так называемые Серебряные Львы. Это та валюта, которую ты получаешь за каждый бой, за сбитых врагов, за просто различные ивенты. И также так называемые Золотые Орлы. Золотые Орлы покупаются за реальные деньги. Но часто очень в игре проходят акции, и плюс за некоторые достижения также дают именно Золотых Орлов. Настоятельно рекомендую в первое время Золотые Орлы не тратить. Пройдя курс обучения, общий баланс Золотых Орлов будет примерно около 400 или 500 единиц, что позволит тебе купить на первых порах какую-нибудь простенькую премиальную технику. О премиальной технике можно поговорить еще немножко попозже, но вообще в целом премиальная техника помогает развиться немножко быстрее. По неизвестной мне причине в микропатче ушла возможность вот это всплывающее окошко вызывать без клика мышки. Ну что ж, надеюсь, в ближайшие микропатчи это поправят, потому что в данный момент это неудобно. Вообще игра находится в ОБТ, поэтому привыкайте к тому, что здесь есть глюки, и об этих глюках можно даже сообщать разработчикам на форуме. Теперь что касается режимов. Разделены бои у нас на две пока что категории, когда выйдут корабли, будут три категории. Это воздушные бои и так называемые танковые бои. Вообще самолеты с танками еще даже встречаются вместе в боях. На данный момент таких карт не очень много. Также у нас есть отдельный режим, называется события. События также у нас, видите, разделены различные категории. Вот есть аркадные так называемые бои, есть реалистичные бои и есть симуляторные бои. Это у нас события для самолетов и также бывают события для наземной техники, которых вот в данный момент нет. Что касается аркадных боев. С этого режима я настоятельно рекомендую начинать свою игру. А также если вы уже изменили управление у себя, каким-то образом его подкорректировать, то настоятельно рекомендую зайти опять в управление и вернуть в мастерные настройки управления только клавиатуру и мышь, продвинутое управление так называемое. Что это значит? Это значит то, что у вас в данном режиме будут настроены управления самолета так же, как практически во всех авиасимуляторах. Именно такой режим управления, он более привычен к самолету и я настоятельно рекомендую использовать именно его, чтобы в дальнейшем у вас не возникло никаких проблем с управлением самолета. Вообще, конечно, есть режим прицеливания мышки, где большинство маневров выполняется автоматически, но если вы хотите получать преимущество, иногда вам придется использовать и клавиатуру. Также отдельно есть управление танком, оно очень простое, можно, конечно, его сильно усложнить, то есть отдельно задать тормоза, просто подключить руль, педали и, в общем-то, сильное усложнение в себе жизни, но на данный момент управление очень-очень простое и с ним вы базово познакомитесь в курсе обучения. Итак, первая моя рекомендация это мастерный настройка управления, поставить только клавиатуру и мышь, продвинутые управление. Однако, если вам в стандартном управлении что-нибудь не устраивает, можно его смело изменить, нажав два клика и уже указав нужную вам кнопку. Кнопки можно дублировать, что очень полезно, но это будет в дальнейшем полезно, пока что просто нужно зайти в бой. Итак, как я сказал, настоятельно рекомендую начинать свои бои с обычного аркадного режима. Для этого выбираем воздушные, допустим, бои, если вы хотите летать на самолетах, нажимаем клавишу в бой, выбираем. Да, вот я хочу покинуть очередь, вот такой вот, немножко она должна выскакивать. Вы видите, какой-то вот странный очень глюк. Немножко неудобно. Выбираете аркадные бои, также можно выбрать те сервера, к которым вы присоединяетесь, в зависимости от вашей географической локации, но, скорее всего, вам нужен ру-сервер. После чего можете нажать в бой и вы попадаете в так называемую очередь. Аркадные бои очень просты по сути своей, именно поэтому я с них рекомендую начинать. В аркадных боях есть маркер упреждения, по которому вам нужно стрелять для того, чтобы попадать во врага. И единственная рекомендация, которую я вам здесь могу дать, это то, что нужно стрелять не длинными очередями, а, возможно, короткими. Потому что оружие переглевается, клинит, и потом в дальнейшем у вас, если в аркадных боях вы, по крайней мере, будете перезаряжаться в воздухе, то вот реалистичные бои вам такого уже не простят. Начинается аркадный бой с того, что вся лента ваших самолетов у вас доступна, можете выбрать любой самолет, который вам нравится. Сразу хотелось бы отдельно сказать про ленту самолетов. Дело в том, что я не рекомендую покупать больше пяти слотов. Пять слотов вы можете купить за серебряные львы, а остальные уже покупаются за золотые орлы. Так вот, пяти самолетов для большинства боев свыше крыши хватает. Более того, слишком большое количество экипажей негативно в дальнейшем скажется на прокачке этих самых экипажей. Поэтому пока что не торопитесь и пользуйтесь то, что есть. И еще одно. Если вы будете играть, допустим, в реалистичном режиме, то вам вообще нужен будет только один единственный слот. Ну, максимум парочка, чтобы ремонтировалась техника бесплатно. Поэтому не гонитесь за количеством. Слишком много слотов здесь не нужно. Некоторые самолеты начального уровня снабжены бомбами. Пятидесятикилограммовая бомба это очень невесомый аргумент. Требует достаточно точного попадания. А с учетом того, что в истребителях бомбового прицела нет, особо на них полагаться я бы не стал. Но какой-нибудь дот в пикировании уничтожить можно. Если вы уже прошли курсы обучения, то со словом воздушного боя, да и вообще со словом боя, вы должны быть уже знакомы. Хочется только отметить, что подавляющее большинство миссий в аркаде выигрывается при уничтожении наземной техники. Ну и, соответственно, уничтожить наземную технику намного быстрее и легче, чем огромное количество пилотов противников. Потому что, сами посудите, если у вас 5 снотов забитых, а против вас играет 16-15 противников, то очень внушительное количество авиации требуется уничтожить в команде. Поэтому куда проще перебить наземку, что в большинстве случаев и происходит. Вы же, как непосредственно пилот-истребитель, должны в первую очередь вырезать бомбардировщики противника. Вот. Навык непосредственно воздушных боев, он придет с опытом. Конечно, если вы получаете преимущество по высоте, то есть считайте, что у вас уже есть игровое преимущество, но вот видите, бомбардировщиков нету, небо более-менее чисто, соответственно, я могу выбрать кого-нибудь не очень хорошего маневренного. Ну, давайте давайте возьмем МиГ-3. Со временем, прилетав на всех самолетах, вы поймете, какие из них сильнее вас, какие из них слабее вас, МиГ-3 намного быстрее, но намного хуже меня маневрирует. Так, мы можем покупать, докушается на нашего крышечка. Скоростно-скоростно, что несложнее выбрать самолетом. А этот, я думаю, мы еще собрали. Вообще, вот такие бэкфайты, это очень неудачный для нас режим. В нем больше везения, чем умение выигрывает. К тому же, чайка, хоть и хорошо маневрирует, допустим, у самолета резерва. Более маневренные, поэтому очень опасно для нас. Лобовых атак я бы вам рекомендовал избегать. Я знаю, что вы только что видели. Шанс примерно 50 на 50. У СУ очень жалко, что есть бортовые стрелки. То есть, например, к нему мне играть очень опасно. Если вы хотите приблизить камеру, то нажимайте клавишу Z. Так вот. Видите, у меня... Черный уже двигатель, это значит, что мне осталось лететь буквально чуть-чуть. Постараюсь забить все. Ну вот, вернуться на базу мне не дали. А вообще, если есть возможность, безусловно, если вас подбили и есть возможность дотянуть, то надо дотягивать. Итак, я беру опять же самолетик с бомбами. И 15-е, к сожалению, крайне малоэффективны в воздушном бою. У них слабые пулеметы, по сути. Пулеметы это те же самые Максимы. Конечно, чайка намного лучше. Но за неимением чайки уже будем летать на то, что есть. Бомбы, как и любое подвесное вооружение, когда же есть топливо, которое сейчас у меня всего 30 минут, влияет на поведение самолета в воздухе. Топливо из-за этого надо брать поменьше. Правда, если у вас мало топлива, увеличивается шанс возгорания. Кстати, в Аркадии вот у вас есть такой импровизированный бомбовый прицел. В реалистичных боях такого уже, к сожалению, не будет. Там метать придется, исходя из личного опыта. По поводу бомбометания я сейчас обысканно вам покажу. Конечно, я, вряд ли, попаду. И, тем не менее, чем ниже мы, тем лучше мы битьем. Тем не менее, тем лучше устребителя мы попадем бомбой. За бомбом может проследить клавишей У. И здесь я уже никуда не попал. Так, надо оборонять нашу наземную технику. Враги прям хорошо за меня взялись. У И-15 единственное преимущество, как у многих ценов резерва, чрезвычайно высокая монета у нас. На этом преимущество заканчивается. Это значит, перекрутить мы можем кого угодно, а вот догнать, к сожалению, кого-нибудь там у нас не получится. Кстати, и коль уж мы в Аркаде, то бомбы, пока я летаю, у меня потихоньку восстанавливаются. Попал так 5 минут очень-очень долго. Он на хвост зашел Су. Легким движением я ушел с его траекторией и сел его на 6. К сожалению, у Су есть бортовой стрелок. Это значит, что даже сзади он пересечаем для меня опасный противник. Очередной раз мы выбили двигатель и теперь я попытаюсь сесть с выбитым двигателем, просто чтобы никому не дать фраг. Дипломы очень хорошо планируют, 130 гм сейчас хватает. Вообще, с посадкой вы должны были знакомы, если прошли обучение. А, х**. Все-таки дали ему за меня фраг. Но если вы по какой-то причине чего-то не поняли, то можете посмотреть мое обучающее видео, посвященное посадке. Еще хотелось бы познакомить вас с горячими так называемыми командами. Нажав клавишу Т вы видите основные 4 подразделения команд. Выбрав какую-нибудь из подразделений, вы можете в общем-то отдать быструю команду. Указать, что вы кого-то атакуете, чтобы кого-то кто-то атаковал. Так, допустим, если хочу сказать, что вы все атаковали вражескую технику, то что сейчас очень актуально и мы проигрываем, я так могу и сделать. Нажавать Т 1-6. Все, в чат отдал данную команду. Естественно, никто вас слушать не обязан, но, по крайней мере, для легкой координации, не имея голоса, бывают очень полезны. И так же можете кого-нибудь поблагодарить. Хорошо отработано. И так далее. Первое время неудобно с этим веером работать, но где-то попрактиковавшись пару недель, вы будете уже делать все вслепую, практически не глядя. Надеюсь, данное видео было для вас полезным и сделать ваши первые шаги в игре немножко легче. В следующем видео мы с вами поговорим о надземной технике, а так же вы можете выбрать из любого другого обучающего видео на моем канале. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok